Пророк, алейхиссалату вассалям, несколько раз с почтением и уважением упоминает Египет и его жителей в своих хадисах. В отдельном хадисе он завещал своим сподвижникам почитать Египет и относиться хорошо к его жителям. В достоверном хадисе, который передали имама Ат-Табарани и Аль-Хаким, пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, «Когда вы завоюете Муср, Египет, то относитесь хорошо к коптам, ведь они под нашим покровительством, и у них с нами родственные связи». Этими словами посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, как бы связал себя с Египтом, сказав, что у них с египтянами родственные связи. Здесь имеется в виду женитьба пророка, алейхиссалату вассалям, на невольнице по имени Мария, которая была из коптов Египта и которую подарил ему египетский царь Мукаукис. Кроме данного хадиса имеются и другие, в которых пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал о будущем Египта и о том, что там произойдет. В одном из них говорится о ближайшем будущем, о временах сподвижников. В этом хадисе, обращаясь к своим сподвижникам, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Вы непременно завоюете Египет, землю, где часто упоминают о каратах, так обращайтесь же с ее жителями хорошо, ибо поистине они имеют право на защиту и состоят с нами в кровном родстве». В другом риваяте эти слова адресованы Абуззару Аль-Гифари, да будет доволен им Аллах. И в продолжении хадиса говорится, «Если ты, Абуззар, увидишь, как двое спорят относительно куска земли размером с кирпич, то покинь Египет». Здесь пророк, алейхиссалату вассалям, предрек, что Египет станет богатой мусульманской страной, центром культурного и экономического развития, и что участки земли там будут настолько дорогостоящими, что люди будут вести тяжбы даже из-за небольшого участка. Когда пророчество осуществилось, Египет был завоеван и заселен мусульманами. Абуззар увидел в этой стране то, о чем говорил ему пророк, алейхиссалату вассалям. Вот что он говорит. «Однажды я увидел, как Абдур-Рахман ибн Шурахбиль и его брат Рабиа спорили друг с другом относительно земли размером с кирпич. После этого я подчинился пророку и покинул Египет». В другом достоверном хадисе, который передал имам Ат-Табарани, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Бойтесь Аллаха в отношении коптов Египта. Вы непременно заполучите власть над ними, а они будут вашим оружием и вашими помощниками на пути Аллаха». В других риваятах пророк, саллиллаху алейхиссалям, также сообщил, что Египет в будущем будет помощником мусульманской общины. И так будет продолжаться во все века, кроме некоторых периодов в ее истории, то есть содействие и помощь Египта остальным исламским государствам прекратится на время, в то время, когда он будет захвачен врагами ислама. Подобное, например, произошло, когда Египет был оккупирован англичанами. Чтобы обеспечить контроль над Суэцким каналом, Великобритания решила оккупировать Египет. Это случилось в 1882 году, и оккупация эта продолжалась 74 года, вплоть до 1956 года, когда англичане окончательно покинули эту страну. Также в другом пророчестве от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказано о том, что после своей слабости и подчинения врагам Всевышнего, Египет снова станет сильной исламской страной, и что он снова поднимет знамя джихада, и таким он останется до самого дня суда. В достоверном сообщении, который передал Нуайм ибн Хаммад, передается, как Абдулла ибн Амр ибн Азда будет доволен имя Аллах, рассказал о великом сражении, которое произойдет между мусульманами и рамиями незадолго до судного дня. В этом рассказе Абдуллах упомянул, для этого сражения войска египтян выйдут из Египта, а войска Шама выйдут из Шама и направятся на Арабский полуостров. После этого великого сражения, согласно хадисам пророка, алейхиссалату вассалям, произойдут события, которые будут ознаменовывать скорое начало дня суда. Явится Даджаль, и народ Яджуч и Маджуч освободятся от своего плена, распространятся по земле и начнут сеять хаос и нечестие. Согласно хадисам, Даджаль обойдет все города, но не сможет войти в Мекку и в Медину. Он пройдет по всем местам на земле, но не сможет войти в четыре мечети. Заповедная мечеть в Мекке, мечеть пророка, алейхиссалату вассаляма, в Медине, мечеть Алякса, в Иерусалиме, и мечеть Ат-Тур, на Синайском полуострове. Последняя мечеть находится в Египте. В этой мечети люди смогут переждать великую смуту Антихриста. И именно в этой мечети люди также смогут найти укрытие от народа Иаджуч и Маджуч. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аллах Всевышний не спошлет Иси мир ему откровение, в котором будет сказано, «Привел я таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться. Укрой же рабов моих на горе Тур». И после этого Аллах пошлет Яджуч и Маджуч, и они устремятся с каждой возвышенности. В такие времена, когда мы осознаем важность подготовки к судному дню и исполнения благих дел, мы также можем внести свой вклад в распространение истины. Станьте частью нашего да'вата и получите вознаграждение сада Каджария. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть даже оно будет небольшим». Вы можете сделать пожертвования по ссылке в описании, да воздаст вам Аллах многократно. Просим Всевышнего Аллаха защитить мусульман от всех смут этого мира и мира вечного и ввести каждого из них в райские сады. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok